Музыка Всем привет! Наконец-то установилась нормальная погода. Сегодня и не жарко, и не холодно, поэтому я могу разместиться на балконе. Очень нравится мне снимать теги и видео на балконе. Ну, во-первых, здесь хороший свет. Во-вторых, здесь тихо. В прошлом видео было на даче, там гудел мотор, нужно было набрать емкость до нашего отъезда. А здесь очень тихо. Ну, хорошо, что у меня окна выходят не на центральную улицу. Единственный минус, что меня, наверное, будут слышать соседи. Конечно, они не понимают, о чем бормочет эта странная женщина. Ну, тем интереснее мне будет отвечать на эти вопросы. Я хочу ответить на вопросы тега. Во время ответов я хочу повышевать. Не знаю, как получится у меня. Хочу продолжить вышивать павлина от Dimensions. В принципе, для тега он подходит, потому что там вот эти перья павлини, они большими участками вышиваются. Я потом в конце вам обязательно покажу. И покажу потом в конце вот эти картины, которые у меня развешаны. Моя кошечка для интерьера сидит здесь. Вторая кошечка сидит за окном в квартире. Тоже хочет сюда. Ладно, по одной кошечке вполне достаточно для интерьера сидит там. Так, какой тег я выберу? Я не выписала название тегов, на которые я уже отвечала год назад, два года назад. Если честно, многие не помню. Но вот на этот тег я, по-моему, не отвечала. Я нашла тег, называется «Моя семья и вышивка» на канале Наташи. Боюсь неправильно произнести ник. Ссылку я под видео оставлю. Если вы хотите ответить на вопросы тега, то можете перейти на канал автора и там под видео взять все вопросы. Канал Наташи Forever Love. Наверное, так. В общем, ссылочка будет в описании. На канал Наташи. Так, первый вопрос. Как ваша семья отнеслась к вашему увлечению? Поддержала? До сих пор поддерживает? Относится по принципу, чем бы дитя не тешилось? Негативно, вызывает раздражение. Если негативно, то как решаете эту проблему? Так, ну что, я попытаюсь совместить вышивку с ответами на вопросы. На вопросы я отвечать люблю развернуто, то есть я не люблю теги короткие. Ну, они у меня и не получаются короткие, как бы я ни старалась. Вот, ну, в общем, не знаю, насколько хватит батарейки. Ну, в общем, кто недавно на моем канале, то просто не удивляйтесь, если получится длинный затянутый тег. А я просто люблю не сухо отвечать на вопросы, а порассуждать на ту или иную тему. И вот сейчас я, в общем-то, буду и отвечать, и рассуждать. Чтобы ответить на первый вопрос, для начала хочу определить немножечко рамки, что означает фраза «моя семья». Кого мы имеем в виду, когда мы говорим «моя семья»? Ну, «моя семья» – это двое детей взрослых, муж, ну, мама, естественно. В принципе, вот если говорить о каждом в отдельности, то каждый из членов семьи относится совершенно по-разному. Абсолютно относится по-разному к моему увлечению. Сразу хочу сказать, что в нашей семье не принято очень глубоко вторгаться в личное пространство и диктовать друг другу свои какие-то условия. То есть у нас как-то всегда были четко обозначены рамки, куда можно совать нос, а куда нельзя. Вот, допустим, ну, конечно же, основное мнение для меня в этом вопросе – это мнение мужа. Почему? Ну, потому что хобби, в частности, вышивка – это затратное по средствам занятия, и деньги приходится брать из семейного бюджета. Ну, семейный бюджет, понятно, складывается из зарплаты супругов. То есть тут уже зарплаты мам и взрослых членов семьи, ну, взрослых детей здесь уже как-то не берутся во внимание. То есть распределять семейный бюджет должны муж и жена. И, естественно, основное мнение в этом вопросе для меня важно только мнение мужа. Прежде чем что-то купить, я ему говорю, я хочу вот это купить или вот это хочу купить. Но, опять же, я не буду делать покупку, если у меня нет заработков. То есть нет заработков, и я знаю, что мы до зарплаты не дотянем, что мы живем, например, на одну зарплату мужа. Я просто не буду ходить по интернет-магазинам и не буду ничего выбирать. Как-то я сама знаю вот эти границы, когда я могу позволить что-то лишнее, а когда нет. Ну, и при том я стараюсь на свое хобби сама зарабатывать. Не знаю, как бы у нас распределялся бюджет, если бы, например, работал один муж. Не знаю. Я всегда работала, когда больше, когда меньше зарабатывала. Но как-то всегда у меня были какие-то свои деньги, пусть даже небольшие. И, конечно, я планировала, что я могу купить. Но с мужем все равно советуюсь. Так же, как и он. Когда делает какие-то покупки, он тоже со мной советуется. А вот муж у меня увлекается охотой, рыбалкой. Ну, рыбалка еще не такое, конечно, затратное занятие. Но мы, когда отдыхаем с семьей, там палатки, там, понятно, матрасы, плитки. Ну, то есть это уже для туризма, да, что мы приобретаем. Это тоже дорого стоит. Ну, и охота. Это тоже занятие не из дешевых. Еще за каждую бумажку надо платить все разрешения, налоги и все такое. У нас все официально оформлено, поэтому это тоже все очень затратно по средствам. И, ну, как-то у нас так уже такая договоренность была с молоду, что увлечения у человека все-таки должны быть. И поскольку работает и он, и я, мы не должны друг друга ни в коем случае прессовать и запрещать. Да, конечно, можно обговорить момент, когда мы что-то экономим, когда нам нужно, да, поэкономить. Вот, но запрещать, вот категорически запрещать. Ну, например, я мужу могу высказать мнение, сказать, мне не нравится охота. Вот сама по себе охота, как увлечение, мне не нравится. Но запрещать ему я не могу. Так же, как он не может запрещать мне вышивку. Поэтому этот вопрос даже у нас никогда не вставал. И даже мне кажется, когда я увлеклась вышивкой лет пять, никак не могу посчитать, примерно лет пять, мне кажется, что он даже рад. Потому что я всегда была активна, любила активный отдых. И даже когда мне скучновато, могла пойти к подруге или вот выйти к соседке. И уже через полчаса уже дочка идет и говорит, мам, папа тебя домой зовет. То есть, когда он дома и даже играет в танки, ему нравится, когда я сижу рядом и вышиваю. То есть, чтобы я его не донимала, чтобы я сидела рядом, но молча. И вышивка вообще это прекрасное занятие, когда можно включить видео или сериал и сидеть вышивать рядом с мужем, который играет в танки. А также можно вышивать с мужем, который рыбачит. Или когда охотится, можно сидеть в машине и вышивать. В общем, вышивка это такое хобби, которое очень хорошо сочетается с увлечениями мужа. Вот если говорить о семье, да, это вообще идеальный вариант. Мы даже так в семье иногда вот между собой шутим. А жены, которые не отпускают мужей на рыбалку, мы всегда этим мужикам говорим, на вышивку ее подсади, пусть сидит там на природе, вышивает. Вот. Часто женщины на природе сидят, ой, хочу домой, я устала, мне скучно, поехали домой. Вот дайте ей вышивку. Ну, если, конечно, ей это занятие понравится. Ну, то есть, в общем, вышивка вообще идеальное занятие для женщины. И тем более, муж у меня работает вахтами. И когда он уезжает, вот как сейчас его нет, дети взрослые, заняты своими делами, мне никогда не бывает скучно. С вышивкой вообще никогда не бывает скучно. Вот. Это вообще идеальное занятие для женщины моего возраста. Я не берусь говорить о молодых, потому что в молодости у нас были другие увлечения, и у меня были другие увлечения. Вот. Вот здесь как-то вопрос такой... Ну, в общем, я говорю про себя. Я говорю про себя. Не знаю, вышивала бы я молодая или нет. У меня было столько энергии, что у меня вряд ли бы было вообще время на вышивку. И тем более, дети были маленькие, и всегда мы предпочитали активный отдых, туризм. Поэтому, не знаю, у меня, наверное, даже не было бы на это время. Вот. Поэтому, вот что касается мужа, вообще он полностью доволен. И когда я хочу что-то купить, многие девочки удивляются, что как так, Тимур никогда не запрещает. Когда я хочу что-то купить, он сам даже оплачивает. Вот. То есть он прекрасно понимает, что для меня это очень важно. И в то время, когда я делаю какие-то новые покупки, он оплачивает, и сразу идет в магазин охотничий, и сразу себе что-то покупает. То есть, понимаете, вот есть мужчины, которые увлекаются охотой, рыбалкой, но жена им даже удочку дорогую, хорошую не разрешит купить. Вот. А у нас вот так, знаете, жена купила вышивку, значит мне тоже можно пойти и тоже что-нибудь купить. Вот. То есть вот так у нас как-то получается, что мы оба довольны. Так что вот так это обстоит дело в нашей семье. Но если взять других членов семьи, ну допустим возьмем взрослых детей, да. Никогда я не слышала от дочери или от сына, чтобы они мне сказали, что ты занимаешься какой-то ерундой. А единственное, что они могут мне сказать, когда я делаю новую покупку, а ты что, уже старые картины вышла? То есть они немножко не понимают, зачем я хомячу. Но с дочкой-то мы больше на эту тему общаемся, с сыном как-то меньше. Дочке я объяснила, почему я хомячу. Ну когда всю жизнь себе во всем отказываешь и живешь ради детей, чтобы им дать образование, чтобы их обеспечить жильем. Ну в общем хорошую базу, да. Если нужно дать детям хорошую базу, то себе абсолютно во всем отказываешь. То есть ну вот даже до маразма доходила, да, в молодости маразма, конечно, круто я сказала. Но вот даже доходило до такого, что у меня у сына самые дорогие будут игрушки по тем временам, а себе я буду капроновые колготки зашивать. Вот понимаете, я куплю себе одну губную помаду, которой буду пользоваться целый год, при том, что я молодая девушка. Я абсолютно на всем экономила, но детям всегда старалась дать самое лучшее. Ну и говорят, что в таких семьях дети вырастают избалованные. Что хочу сказать о своих детях, они у меня работают, они у меня трудоголики. То есть вот даже Алина, она все свободное время вяжет на заказ игрушки, сын тоже работает. А они трудоголики, то есть они видели, как мама всю жизнь пахала, деньги зарабатывала. И они тоже стараются зарабатывать. Вот, то есть я не скажу, что вот дети у меня в этом плане избалованные. И уже не встает даже вопрос, что мама, зачем ты тратишь на это деньги? То есть это деньги мамины и папины. Вот мама хочет их потратить сейчас на вышивку, значит она имеет право их потратить на вышивку. И запрещать мне никто не может, потому что я вот и дочке говорю, я говорю, дочь, я всю жизнь себе во всем отказывала. Я получаю такое удовольствие, когда я иду в магазин за вышивкой, за рукоделием, когда я что-то покупаю. Вот для меня это просто кайф. Я никогда в жизни, вот в молодости не ходила по магазинам. Я покупала только по мере необходимости. Вот протерлись штаны, пошла купила. То есть ну вот так все было. Я никогда не любила шоппинг, ни косметику, не ходила, ну, я не помню такого, чтобы я вот ходила, мерила наряды. Ну, пойду по необходимости, куплю какую-то вещь, все. А вот такого вот увлечения у меня не было, да. Ну, кто-то, например, книги коллекционирует, покупает у них, библиотека хорошая. У кого что, да. Вот, ну, у меня этого не было. Вот удовольствие от покупок я никогда не получала. Вообще никогда в жизни я не получала удовольствие. А когда ремонт только делали, когда выбираешь обои, кафе, там, вот, это да, это вот мне нравилось. Вот, а мебель когда выбираешь. А вот так вот для себя, вот лично для себя что-то, я никогда ничего не покупала. И когда я говорю, что я просто получаю удовольствие от того, что я это покупаю себе, вот лично себе, ну, мне это приносит удовольствие. Даже то, что я сама зарабатываю на этом, мне приносит удовольствие. Не то, что даже муж купил, а вот почему-то мне хочется самой заработать и купить, да. Вот, единственное, кто иногда высказывает что-то там против, это мама моя. Она, нет, она не против вышивки, она только единственная против таких больших покупок. Она не понимает, зачем нужны такие запасы. И всегда на них покушает, посягает. То есть, когда встает какой-то вопрос, например, там, ой, я вот говорю, так, мне там лекарства надо на большую сумму купить или еще что-то мне нужно купить. Первое, что говорит мама, может тебе продать какие-то наборы? У тебя же так их много. То есть, при каждом удобном случае она всегда предлагает продать наборы. Я ей каждый раз говорю, не надо посягать на мое имущество. Я уже детям квартиру оставила, вот они живут, там все. А на мои наборы даже никто не, даже не заикайтесь про них, даже об этом не может быть речи. Она, ну ладно. Ну, то есть, я-то объясняю, что это лично мое. Это то, что лично мое и никому больше не нужно. Вот, и пусть оно у меня лежит. Оно мне душу греет. Ну, вот как, не знаю, какая-то у меня особая страсть вот к этим всем рукодельным вещам. Вот, опять же, я не хомячу прям все подряд. Вот, допустим, вот все подряд схемы скачивать, какие-то старые нитки собирать. Нет, исключительно я покупаю новые наборы или у меня авторские схемы, к ним нарезанные ниточки DMC, уже равномерка или канва, вот все укомплектовано. А вот так прям, чтобы подряд, вот все подряд скупать и при этом еще и какие-то старые нитки копить. Нет, конечно же. Все, что старое, помятое, я это все выбрасываю. То есть я люблю хомячить только что-то такое новенькое, чистенькое. Ну, то есть то, что для коллекции представляет какую-то определенную ценность. Собственно, для чего нужна эта ценность? Я всегда говорю, пока я работаю, я буду хомячить. Но, не дай бог, настанут такие времена, когда мне действительно понадобятся деньги, и мне тогда будет что продать. А чтобы продать что-то ненужное, нужно сначала купить что-то ненужное. Все мы знаем эту истину. Ну, в общем, поэтому я хомячу, и все спокойно относятся к моему хомячеству. Вот, потому что, собственно, мы живем ни от кого независимо. У каждого свой бюджет, и никто друг другу в карман не лезет. Я считаю, что вот эти комментарии по поводу того, зачем ты много покупаешь, или зачем ты много вышиваешь, и зачем тебе столько, я считаю, что это вот просто, когда человек лезет другому в карман, это неприлично. Но мы в нашей семье, у нас как-то нет такого, чтобы прям кто-то меня осуждал, или что-то говорил. Ну, что касается свекрови, да. У многих свекрови возмущаются, что сыночкины деньги уходят на всякую ерунду. Я не знаю, честно говоря, что о моем увлечении говорит свекровь. Ну, наверняка говорит точно так же, как и все другие свекрови. Вот. Но у нас так выстроены отношения, что позвонить мне и сказать мне это, или прийти мне это сказать, она не придет, не скажет. Ну, то есть как-то у нас не заведено, чтобы я пришла к ней, ее воспитывала, что у нее не так, и чтобы она пришла, воспитывала. Ну, у нас так как-то изначально не было заведено. Вот. Так что в этом плане тоже. Я не знаю. Может, что-то и говорят. Ну, я и не выспрашиваю. А зачем мне выспрашивать? И, если честно, я даже никогда не задаю вопрос человеку, а как ты относишься к моему увлечению? Это мое увлечение, и это вообще никого, кроме меня, не должно касаться. Могут какие угодно быть мнения, противоречивые, негативные. Мнения вот вообще вот параллельно, вот понимаете. Как-то моя жизнь идет параллельно, а это мнение вообще меня не касается. Вот. Оно никак абсолютно не повлияет ни на мое увлечение, ни на мою жизнь. Так, второе. Участвует ваша семья в процессе выбора дизайна, оформления, работ, покупок? Нет, абсолютно не участвует. Иногда, когда, например, мы заезжаем случайно в пагетку, вот, и я Тимуру, например, и Тимур стоит в стороне, ну, он, как правило, стоит в стороне, но если я выбираю что-то и сомневаюсь, если он иногда подойдет и мне скажет, например, что мне вот это больше нравится, мне очень приятно, когда он обращает внимание. Но специально этими вопросами я его не донимаю. То есть я ему не говорю, вот, почему ты не обращаешь внимание на мои вышивки. Ну, это вот зачем нужны лишние проблемы, да, в семье, лишние ссоры в семье. Ну, захочет поучаствовать, поучаствует, не захочет, не надо. Вот, единственное, с кем я могу, с мамой, вот, иногда говорю, мам, идем прогуляемся, мне нужно в пагетку. И мы идем с мамой, попутно там еще куда-то в музеях какие-нибудь, и тогда мы вместе. Мама у меня любит это все делать, она активно участвует, то есть если я ее зову, то она прям активно все выбирает, подсказывает, вот, ей это дело нравится. Она любит оформлять, вот этот дизайн весь, вот этот вот подбирать. Все, в общем, ну, ей всегда кажется, что она это делает идеально, то есть лучше, чем она, никто не знает. Уйди, все, кошку пустил. Он хотел сюда, я запустила мурзилку, а Ричард тоже хотел сюда. Вот, в общем, здесь тоже, да, как-то полка о двух концах. Я люблю ходить с мамой, я люблю нам весело вдвоем это все делать, но когда мама начинает категорично говорить, нет, вот это лучше, то, что ты выбрала, это не подходит, я начинаю сомневаться, то есть я начинаю в себе сомневаться, что действительно, наверное, это не подходит, наверное, лучше прислушаться к мнению мамы. В итоге я делаю, например, так, как хочет она. Это не только касается, кстати, оформления картин, вообще всего, даже выбора одежды. Вот, я прислушиваюсь к ее мнению, но в итоге я потом эту вещь не ношу. Или, например, если я так оформлю, мне это не будет нравиться, я каждый раз буду смотреть и думать, нет, надо было вот так. Ну, то есть я ее сейчас беру с собой для компании, но я научилась настаивать на своем мнении. То есть если мне что-то нравится, а маме нравится что-то другое, бывает, что у нас совпадают вкусы, но если не совпадает, я все равно сделаю так, как хочу я. Вот, а раньше я всегда уступала, то есть, ну, мама сказала, да, она же старшая, ее мнение для меня авторитетно, и я поддавалась, идем, идем, давай, ложись, пошли. Ладно, не буду вышивать, идем, ложись, хочет лечь рядом. Идем, вот сюда, ложись, идем, ложись сюда, вот сюда, идем. Вот, так что, ну, вот так, как-то мы приходим все равно к общему решению, и у нас не возникает, вообще, на фоне творчества никогда у нас ни с кем из членов семьи не возникает никаких конфликтов. Третье. Принимаете ли вы внимание мнение ваших близких или предпочитаете советы среди своих? Вот, собственно, я уже ответила на этот вопрос, как я отношусь. Повернись, так некрасиво, спиной, попой, хвостом. Вот, ну, в общем, я ответила на этот вопрос уже, да, мнение близких. То есть я прислушиваюсь, но сделаю по-своему, потому что в итоге это все будет у меня дома находиться. И это мне, прежде всего, должно радовать глаз. Как ваши родные относятся к вашим рукодельным запасам и тратам на любимое хобби? Вот я в первом вопросе уже на все развернуто ответила. Как относятся? Ну, нормально относятся. Мои деньги, что хочу, то и покупаю. Наши, вернее, с Тимуром деньги, мы что хотим, то и покупаем. Пятое. Замечают ли родные ваши рукодельные огрехи? Ошибки в отшиве, некачественный подбор ниток, долгостроение, удачное оформление и другое. Нет. Они никогда этого не замечают, потому что они никогда подробно не разглядывают мои картины. Ну, идем, что ты везде ходишь? Не трогай фотоаппарат. Хорошо, еще Ричарда сюда не запустила. Вот. Это вот два члена нашей семьи. Это Мурзилка, ей два года, и Баба Зая. Бабы Зая уже, наверное, 14 будет осенью. Но мы их на улице нашли. Точную дату рождения мы не знаем. Мы примерно подсчитываем их возраст. Так, только не поделитесь из-за места. Там одеялко у меня постелено. Они, бывает, места не поделят. Им обязательно нужно лечь вот на то же место, вот где та лежит. Сейчас этой не рядом нужно, а прямо на это же место. Так. Увлекся ли кто-нибудь из вашей семьи вышивкой? Благодаря вам приходилось ли вам быть в роли учителя для них? Дочка начинала вышивать. Вышила огромную картину бисером сова. Вот я сейчас на экране ее, видите, эту картину. И, собственно, все. Начала другие картины. Ее это не увлекло. Ее увлекло вязание игрушек. Амигуруми. Я так долго запоминала, амигуруми или амигурами. В интернете и так, и так пишут. Амигуруми. Вот. Игрушки из велюровой пряжи. И она этим занимается ежедневно. Вышивку абсолютно забросила. Восьмой вопрос. Вышивали ли вы когда-нибудь фотографии своих родных и хотели бы? Нет, не вышивала. Не знаю, хотела бы или нет. Когда-то хотела, но уже перехотела. Это должна быть идеальная схема. Я не хочу вешать на стену, какие фотографии. Очень много в интернете я видела фотографий, отшивов. И очень мало среди них удачных. Я бы не хотела тратить столько времени и потом всю жизнь расстраиваться, глядя на такую какую-нибудь ужасную схему. Не задумывалась я, где и у кого заказывать схему. Ну, я не считаю это нужным. Не знаю. Как-то была такая мысль, но она быстро пропала, ушла. Как вы относитесь к семейным вышивкам? Обереги, свадебные детские метрики, ростомеры и прочее. Вообще, я отношусь спокойно к тому, чем занимаются другие люди. Вот все, что им нравится, пусть вышивают. А я сама не вышиваю. И как-то и не знаю, и не хотелось мне вышивать, что такое ростомеры и свадебные детские метрики тоже. Вот скрабукинг-альбомчик я хотела сделать. Если туда какие-то маленькие бы дизайны, можно было вышить. Но это такое трудоемкое занятие. Я не могу найти столько времени, чтобы вот прям заниматься вот этим, чтобы все подбирать и еще и вышивку туда подбирать. Может быть, я уже говорила об этом, может быть, какой-то альбомчик бы я для новорожденного, вот, может, для внучки, для детей не успела сделать. Хотя бы, может, для внучки. Ну, не знаю, пока нет на это времени. На творчество нужно много времени. Но отношусь нормально. Вообще, хоть что девчонки вышивают, хоть как вышивают, хоть на ведре. Была вышивка на ржавом ведре. И, в общем, я даже спокойно относилась к тому, что вышивают на ржавом ведре. Ну, пусть люди занимаются всем, что приносит удовольствие. То есть, я такой человеку никогда не буду возмущаться. Хочешь выйти? Иди. Ага, Речку, иди. Пусти. Я никогда не буду возмущаться. Зачем вы это делаете? Ой, мне не нравится. Ну, какая разница, нравится мне или не нравится. Главное, чтобы самому человеку нравилось то, чем он занимается. Но мы об этом с вами уже много раз говорили. Как-то у нас среди народа принято навязывать свое мнение другим. Слава Богу, что в нашей семье это не так. Я и сама никуда не лезу, но и не люблю, чтобы ко мне нос совали. Как говорится, у каждого свой огород. Так. Есть ли в вашем доме прикладная вышивка и разрешается ли членам семьи свободно пользоваться ею? Или вы тщательно охраняете, бережете свои работы? Вот в этом вся соль. Если бы мне не было жалко полотенчиков, которыми дочка, например, вытарит со стола или кетчуп, я бы вышивала. Но! Поскольку у нас в семье никто бережно не относится к полотенчикам, салфеточкам, подушечкам, ну, не знаю, как-то у нас это такой быстрый расходный материал, на котором я не зацикливаюсь. Я не представляю себя, что кто-то взял в руки полотенчик с вышивкой, а я подбежала, выдернула из рук и сказала, не трогай, пусть висит. Это лишний повод для конфликта. Зачем это нужно? Вот я не понимаю искренне, зачем это нужно? То есть, если бы я вышила, например, слюнявчик, да, своей внучке, то в первый день, кстати, первый раз дали внучке ложку, вот, 8 месяцев, и, ну, вы представляете, учили ее есть ложкой. Она вся с ног до головы была в пюрешке, то есть ей прям дали чашку, ложку и самостоятельно ей разрешили есть. С ног до головы, какой там слюнявчик, у нее везде, в носу и в ушах, везде было это пюре, все, слюнявчик бы уже он не отстирался, ну что, мы должны были бы ругать ребенка, не знаю, мы смотрели, умилялись, нам было весело, как она вся и голову вся измазалась этим пюре, но зато она это делала самостоятельно, она не капризничала, она так пыталась попасть с ложкой в рот, у нее не получалось, она это пюре руками, в общем, это было такое интересное зрелище, мы не можем лишать себя такого удовольствия, понимаете, растет ребенок и мы ему умиляемся и кидаться на этот слюнявчик, осторожно, не запачкай, понятно, что каждой вышивальщице будет жалко свой труд, поэтому прикладные вещи вообще исключаются в нашей семье, единственное, что я планирую вышить, это на джинсовке, Алина купила курточку коротенькую джинсовую, хочу на джинсовке вышить, ей спину-спину расшить и внучке купить джинсовую курточку и тоже расшить, вот эти вот у меня в планах есть, причем в ближайших планах, но я не люблю планировать, потому что не осуществляются быстро планы, но задумки такие вот есть, когда это будет, я не планирую, но задумки такие есть, прикладных не будет, подушечка будет к нам в машину и к сыну в машину, но я уже заранее себя настраиваю на то, что если я подарю сыну подушку, пусть он делает уже с ней что хочет, я не буду уже ходить и проверять, куда он делал мою подушку, кто на ней спал или не спал, ну, подарила, значит подарила, все, подарила забудь, это уже не твое, пусть хоть продадут ее, делают все, что хотят, я, кстати, когда дарила вышитые картины, я всегда говорила, будет покупатель, нужны будут деньги продать, и купи себе подарок такой, какой хочешь, то есть если подарила, все, человек вправе распоряжаться моей вещью, она уже не моя, как хочет, пусть распоряжается, это его право, случалось ли кому-нибудь из ваших близких нанести ущерб вашей работе, испортить, потерять, испачкать, как вы на это среагировали? нет, вот потому что все тщательно я, то, что дома у меня спрятано за шкафом, либо висит на стенах, это никто не трогает, а то, что я даю, я не отслеживаю судьбу этих работ, поэтому меня никак это не беспокоит, и я не переживаю. двенадцатый вопрос, есть ли работа, которой ваши близкие гордятся больше всего, и есть ли работа, которая совершенно им не нравится? им все равно, я уже отвечала, они и не гордятся, они и не рассказывают никому, что, ой, я не представляю, что Тимур бы сказал, а вы знаете, моя жена как вышивает, какие у нее картины, ну, Тимур вообще немногословный, единственное, что он обсуждал на вахте с напарником, тот сказал, что у него жена вышивает, он говорит, и моя вышивает, а Тимур спрашивает, а у вас, говорит, полный шкаф вышивки, а тот говорит, зачем, одну купила и вышивает, а Тимур говорит, а у моей полной, а тот говорит, а зачем столько? я Тимуру говорю, ну скажи, что я маньяк, я тебе разрешаю, ну, то есть мы посмеялись над этим, и все. Ну, кому нужна одна, кому надо много, это тоже личный выбор, как вот губная помада, кто-то будет одной красной помадой каждый день красить, а кто-то будет менять цвет и макияж ежедневно. Так, ну все, животные, сядьте спокойно, дайте мне доснять, мне осталось на два вопроса ответить. На три. Тринадцатый вопрос. Смогли бы вы отказаться от вышивки, если бы семья была против вашего увлечения? Нет. Нет. Сразу скажу, что если муж изначально, прям вот тиран-тиран, который что-то категорически запрещает, я бы просто не вышла за такого замуж. Это просто исключено. Я сама не лезу в его пространство личное, если он этого не хочет, но и ко мне в мое личное пространство настолько влазить не нужно, чтобы мне категорически что-то запрещать. Я понимаю, когда запрещают женщине курить, пить пиво и там ходить с подружками, тусоваться в кафе, я еще могу понять, понять, почему мужчина это запрещает. Ну, это вредно для здоровья, или там он ревнует, еще из-за чего-то. Но когда мужчина запрещает вышивать, это уже тиранство. Тирания уже такая, что сидя дома, женщина не может заниматься то, чем ей нравится. Конечно, если хозяйство страдает, а жена при этом вышивает, здесь вот такой вот нюанс. Я сама сколько раз об этом думала, что все-таки на первом месте должно быть домашнее хозяйство, а уже на втором вышивка. У меня частенько домашнее хозяйство страдает, я могу признаться, и если даже мне по этому поводу будет замечание, то я его принимаю. Я сама себя за это ругаю. Сейчас вот сниму тэг, и пойду мыть кухню. А на канале жили-были показываю хозяйственные влоги. Вот, то есть здесь, да. Но я тоже могу, например, Тимуру сказать, когда он собирается, например, на охоту, а у нас какое-то, например, дело запланировано там. Ну, я не знаю, ну, кран течет, к примеру. Вот что-то такое, прям вот очень-очень нужное, да, и у нас нет такого, что он собирается, а я не буду делать, я пошел там, поехал. Ну, конечно, за всю жизнь бывают такие ссоры, там что-то поссорились, психанул, уехал на рыбалку. Бывало, конечно, что скрывать, в каждой семье такое бывает, но категорически сказать ему, ты больше не будешь никогда рыбачить, никогда не будешь охотиться, или я никогда не буду вышивать, это вообще у нас не принято так. И если, например, например, дети мне, взрослые, скажут категорически, или брось вышивку, или, допустим, вот они мне скажут, брось YouTube, нам это не нравится. Простите, вы взрослые, вы занимаетесь чем хотите, я тоже могу заниматься чем хочу. Если дети приходят и так диктуют вам свои правила, а я считаю, значит, вы неправильно воспитали своих детей, значит, вы сами на них давили очень сильно, вы сами их тиранили, вы сами запрещали им делать то, что они хотят, ну, в плане там творчества, да, я вот это имею в виду, или в плане увлечений, и поэтому они вам за что-то мстят. Ну, я считаю, что дети, взрослые, вообще взрослые маме не должны ничего диктовать. Я тоже к своей маме не хожу и не диктую свои условия, свои правила, как ей жить, чем заниматься. Вот. Я считаю это правильно. Так что, от вышивки я смогу отказаться, только если сама посчитаю нужным от нее отказаться. человек, у которого вообще нет увлечений, это несчастный человек. Это несчастный человек, который занимается только тем, что нужно. Это хозяйство, да, это работа, ходит на работу с работы, драет кастрюли, и у него нет никакого хобби. Это просто несчастные люди. Я считаю, что даже люди, которые не имеют семью, ну, не сложилось, например, не вышли замуж, там, не родили детей, это даже полбеды. Но если человек ничем не увлечен, это гораздо хуже. То есть, когда у тебя есть любимое занятие, вот даже, к примеру, есть женщины-домохозяйки, которые обожают готовить, они каждый день разные рецепты придумывают. Это их хобби, это их увлечение, они это делают с удовольствием. Но если женщины, вот я слышу, ой, опять это готовка, опять это мытье посуды, ой, опять завтра идти на работу, и это продолжается ежедневно, и у нее нет увлечения, такие женщины, как правило, они очень занудные, они очень тяжелые в общении, то есть от них сплошной негатив. От всех может идти негатив, в зависимости от настроения. Весело смеемся, грустно плачем, жалуемся, ругаемся. Эмоции присущи абсолютно всем людям, это нормальные эмоции, они у каждого есть, но у человека, у которого нет хобби, у него эмоции негативные преобладают. То есть вот эта рутина, это обязаловка ежедневная. Сколько раз я слышала от таких женщин, когда они говорили, вот, хорошо тебе сидишь дома, вышиваешь, а у нас готовка, уборка, работа, я говорю, девочки, у меня все это то же самое есть, у меня также, мне никто не приносит еду готовую, мне никто не стирает вещи, мне никто не сажает огород, это делаем мы с Тимуром, даже дети очень редко помогают, на работу также мы ходим, ну, я на дому выбрала себе работу, но я и работала, и на рынке, и где только я не работала, то есть в моей жизни также есть все, и дети, и внуки, внучка пока в единственном числе, дети двое, а внучка одна, то есть у меня то же самое все есть, но поскольку я увлекаюсь еще чем-то, помимо мытья кастрюль, я нахожу на это время, потому что я все остальные дела стараюсь сделать быстрее, вот сделать быстрее, чтобы сесть за вышивку, у человека, у которого нет вот этого стимула, что ему нужно освободить время для любимого хобби, он вот тянет как лямку, вот эту работу, дом, а мы живем в будущем, то есть все, сейчас я быстро все сделаю, а сейчас я быстро повышиваю, даже когда я мою посуду, я включаю теги о вышивке, и даже мытье посуды мне не кажется уже таким занудным делом, вот, а другие женщины, ой, ой, опять я эту посуду мыла, мыла, там, и вот они начинают ныть, и ныть, и ныть, какая у них тяжелая жизнь, какая у них тяжелая женская доля, женская судьба, но они ничем не могут увлечься, есть люди, которые они пытаются, но они не могут ничем увлечься, ну, это уже что-то как-то ближе к депрессии, наверное, я не знаю, я не специалист, но увлечение любое должно быть, не обязательно это вышивка, не обязательно, любое, даже хоть разгадывание кроссвордов, так, есть ли что-нибудь, что раздражает ваших близких, больше всего из-за вашего хобби, единственное, что раздражает, что, ну, квартира маленькая, шкаф пока мы большой не заказали, и очень, вот эти станки, они стоят везде, на подоконниках, причем, если у меня станок стоит на подоконнике, Тимур обязательно положит рядом молоток, ну, типа, моя же вещь лежит, и он свое положит, потом я говорю, что ты мне положил на полку свой молоток, он на твое же лежит, ну, то есть у нас нет, пока ремонт мы не доделали, у нас нет четко распределенных мест, где что должно лежать, то есть если вот так у меня, сейчас моя вышивка будет лежать на подоконнике, то обязательно здесь рядом, какие-то будут шурупы раскиданы, то есть если будет убрано все, чисто, то вряд ли сюда кто-то что-то положит, но если я положила, то тут будет вокруг навалено, вот, то есть мы можем возмущаться, когда мои вещи разложены, просто потому что пока нет определенного места, ну, как вы знаете, станки занимают очень много места, да, и вот я уже на полный станок собрала, оставила один диван, и который стоит на подоконнике, причем мне пришлось выкинуть все цветы, чтобы на подоконнике стоял только станок, но на той неделе смотрю, там у Тимура какой-то прибор рядом стоит, я говорю, что раскидал свой прибор, бросил, а он говорит, так твой станок тут стоит, я говорю, у тебя вон на балконе целый шкаф, я тебя освободила, а мне некуда поставить, вот, он взял прибор, убрал в шкаф, то есть вот на балконе мы выделили огромный вот этот шкаф, для Тимуровых инструментов, а для моих, пока мы кладовку еще не сделали, но в будущем планируем, то есть у нас уже распланировано, как это будет все сделано, единственное, борются, выходим на рыбалку, на рыбалку, вот, нам некогда ремонтами заниматься, лето, понимаете, зимой танки, летом огород рыбалка, вот, так что, не мешало бы нам немножко отодвинуть свои хобби, доделать ремонт, но мы не можем ничего запрещать друг к другу, мы очень толерантно относимся к хобби, к увлечениям супруга, как вы думаете, сохранят ли ваши родные ваши работы после вас? Я мучилась этим вопросом, сейчас вам как раз расскажу, это последний вопрос, я на него сейчас подробно вам расскажу, это очень интересный вопрос, я как-то недавно приболела, и вдруг загорелась, такая думаю, вот у меня сколько лежит наборов, ведь я же их за свою жизнь не успею вышить, особенно, когда мне комментарий такой напишут, а куда вам столько наборов, вы считали, за сколько лет вышлите, а я всегда спрашиваю, а сколько лет вы мне отмерили пожить, то есть, я когда начинаю считать, у меня депрессуха начинается, я понимаю, что больше половины жизни у меня уже прожита, что мне 50 уже вот в этом году будет, в октябре, вот, но мне становится грустно, я откидываю эти мысли, откидываю, да, какая мне, вот смотрите, предположим, я умерла, ой, это такая грустная тема, я не люблю на нее рассуждать, сейчас мы просто так вот с юмором порассуждаем, черный юмор сейчас у нас будет, вот, к примеру, я умерла, меня нет, я умерла, я не могу переживать, какая у меня разница, куда они денут мои вышитые картины, куда они денут мои наборы, мне уже будет все равно, а сейчас я просто не хочу об этом думать, зачем я сейчас буду об этом думать, это то же самое, как думать, а есть ли жизнь после смерти, вот если кто-то докажет, что жизнь после смерти есть, я заберу все с собой на тот свет, ну, в общем, такой вопрос, да, очень философский, я не знаю, как относиться к этому вопросу, серьезно не могу, потому что сразу депрессия накатывает, а если относиться с юмором, какая вам разница, вот вы когда помрете, какая разница, какого цвета у вас гроб, деревянный он или мраморный, и какой у вас стоит крест на могиле, и куда выкинут ваши работы, вам уже вообще будет все равно, вы не можете уже не чувствовать, вас нет, вас просто нет, а зачем сейчас себя накручивать, вот сейчас заранее, зачем себя накручивать, я дочке сразу сказала, доча, завещаю тебе все свои наборы, какие нужно себе оставишь, какие не нужно продаж, какие не продаж, бедным раздашь, картины мои, какие нравится повесь, какие не нравится продай, какие не продаж подари, Ну, понятно, что раздаривать сразу дорогие наборы Dimensions – это расточительно, да, пусть дочка тоже себе деньжат поимеет. Но, опять же, что значит наследство? Я не исключаю такую возможность, что я сама в старости начну распродавать. Пенсия у меня будет маленькая, и так понятно. У меня нет высокооплачиваемой работы, и пенсия будет маленькая. Я сама еще буду на эти деньги жить. Я шучу, когда говорю, что наследство, наследство он детям квартиры оставляет. Вот, у меня и сын как-то раз пошутил. Я говорю, дочка, это твое наследство, а сын говорит, квартиры в наследство оставляют. Я ему говорю, я при жизни вам уже их оставила. Ну, то есть мы только можем шутить на эту тему, я не хочу серьезно на эту тему говорить. У меня мама с молоду говорила всегда на эту тему. Мне еще было 20 лет, а она мне говорит, а на кого ты квартиру оформишь свою? А вдруг ты помрешь, вдруг с тобой что-то случится? Она мне с молоду пыталась вбить эти мысли, что со мной всегда что-то случится в любой момент. У нее такая была теория, что человек всю жизнь должен думать, кому он оставит наследство, чтобы наследники потом не дрались. Но, как показывает практика, когда начинается распределение наследства, тогда и начинаются все ссоры. Я, когда выросла, я считаю по-другому. То есть вот мое наследство между детьми поровну должно делиться. Вот по закону должно поровну, и оно должно делиться. Я не должна его при жизни делить. Это мое. И дети мои не должны при моей жизни делить мое наследство. У меня другой взгляд на это. И когда я уже выросла, я маме говорю, мама, почему ты мне в 20 лет внушала эти мысли о смерти? Ребята, я реально жила много лет, думая о том, что я завтра помру, и кому я это оставлю, а на кого мне это оформить. Я даже так думала в 25 и в 30 лет. Но когда мне перевалило за 40, и я стала бояться смерти, я вообще не хочу эту тему поднимать. Я даже мама, когда заикается, я ее пресекаю и говорю, не надо делить мое наследство, я еще живая. Я вообще вот эти вопросы не понимаю. Мы никто не знаем, сколько нам отмерено. Сколько молодых людей умирают от рака, погибают в автокатастрофах. Они же не думали о смерти, они же не думали, куда денутся их картины, вышлют они их или нет. Точно так же я вообще не хочу думать о смерти, потому что никто из нас не знает, когда эта смерть нас настигнет. Очень грустный вопрос. Я надеюсь, что я ответила на него максимально весело, чтобы не испортить вам настроение. А вот больше всего я даже боюсь никуда денутся мои картины после смерти, а не дай бог будет такое заболевание, при котором не смогу вышивать. То есть, например, жить много лет с каким-то заболеванием, при котором ты не можешь вышивать или смотреть телевизор, что-то делать для своего удовольствия, вот это намного страшнее, чем куда выбросить наши вышивки после нашей смерти. Поэтому не думайте о плохом, не думайте на такие вопросы очень много и очень долго. Не рассуждайте и не думайте. А если будете рассуждать, то старайтесь это делать с позитивом, философски. И пусть лучше это будет черный юмор, чем это будет мрачное видео. Так, ну в общем все. Я ответила на вопросы тега. Повышевать, правда, мне не удалось. Я мало повышевала. Так, соседи, надеюсь, послушали мою лекцию. О бытие и о загробной жизни вообще, наверное, не поняли. Нет, сегодня никто на лавочке не сидит и не слушал эту ахинею, которую я тут несла. Надеюсь, вам понравилось. Как обещала, показываю вам павлина от Dimensions. Ну, для тех, кто сравнивает, да, вот как в прошлом видео было вышито. Сколько вышито и сколько сейчас. Вот видите, я хвост повышевала на даче вчера, сегодня чуть-чуть. Ну, в общем, небольшие, конечно, продвижения. Ну, понятно, что в тегах я больше болтаю, чем вышиваю, но иначе я сбиваюсь. Вот я сегодня вышивала вот этот полукрест. Вот внизу полукрест. Я его вышила, а когда дальше нужно было считать, вот эти цветочки, здесь уже часто меняются нитки. Вот их нужно уже часто тут менять. Причем здесь бленды чередуются крест-полукрест. И болтать и делать это без ошибок мне сложно. Поэтому я остановилась. Все, с вами была Инесса. Подписывайтесь на канал. Я вам сейчас оставлю рекомендованные видео. Я, правда, не знаю, у всех они видны или нет. На экране будут квадратики. Вы сможете перейти и посмотреть, как моя мама относится к вышивке, что она о ней говорит. И посмотреть видео о других моих работах, а также послушать все другие мои болталки. Так, все, кошечки, успокоились? Ну, идите. Заходи. А тебя не впускали. А тебя не впускали. А тебя не впускали. Мамин, мамин. Мамин сына. Мамин сына. Ну, ну, мамин. Кошек пустили, а тебя нет. Смотрите, он обиделся. Смотрите. Мамин, мамин. Дай пожалею. Мамин, мамин. Дай пожалею. Иди, мамин. Мамин. Давай, обниму. Люблю. Люблю тебя больше всего. Люблю, люблю. 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 Мамин, мамин. Обнимай. Как сильно обнимай. Соскучился. Ты так долго маму не видел. Ну, всего-то 40 минут. Или сколько там у тебя болтали. Ну, мамин. Он настолько привык, что мама всегда с ним дома. Кошек пустила, а его нет. Зрители любят эту минутку нежности. Да, мама не умрет никогда. Будет жить вечно. Будет жить вечно. Ты мой синок. Ты мой синок. Ты не против маминой вышивки? Ты не против маминой вышивки? Нет. Они не против. Мой мальчик, моя умница. Идемте хозяйством заниматься. Вот, кстати, на балконе шкаф большой, который выделен Тимуру для его инструментов. Тут ему все сложили аккуратно. Так что осталось сделать место мне под мои рукоделки. Ну, и вот что касается хозяйства. На балконе я порядок навела. Осталось мне сейчас навести порядок на кухне. Так что, девочки, домашние дела не должны страдать из-за нашего хобби. И вот еще хочу показать свои картины. Зая, что ты пригорюнилась? Что ты сидишь такая грустненькая? Вот картины мои. Это чудесная игла. Пионы. А это... Это Риолис. Акварельная серия. Герберы. Я не очень люблю акварельные рисунки. Но вот это как-то более-менее мне понравилось. Она что-то среднее, да? Не совсем уж размытая такая акварельная. Они всегда висят у меня на балконе. Вот эти вот две картины. До этого висели другие. И зимой тоже висят. Но я хочу сказать, что они не портятся. Ни багет не повело, ни картон не повело. Ну, у нас балкон вот застекленный. Туда не попадает влага. Но мороз все равно, сырость, дождь как-то не особо повлияло. Вот. Поэтому... Поэтому висят. Что ты там увидел? Что ты там увидел? Ну, в общем, люблю я здесь сидеть вышивать. Единственное, на стуле устаю. Сейчас пойду, буду вышивать полулежа на диване. Ну, хозяйством займусь потом. Буду вышивать. И вот что хочу сказать еще про вот эту картину. У меня аллергия на шерсть. И была у меня большая картина. Лошади в маковом поле бегут. Ну, знаете, да? Вы премиум серия. Риолис. И когда у меня обнаружилась аллергия на шерсть, я очень расстроилась. Но потом зашла в магазин и там с продавцом разговаривалась. Маленький отделчик был. Вот. И вот у меня был этот новый набор эти кони. И она говорит, ну, не расстраивайтесь, давайте я вам поменяю на хлопковое мулине. И она мне поменяла, сказала, выбирай на эту сумму хлопковое. Я выбрала две картины. Вот одна из них была вот эта. Выбор был маленький. И, может быть, я и выбрала бы что-то другое. Но вот из того, что было, мне понравилась вот эта картина. Но вышив ее, я почему-то не захотела больше вышивать акварельную серию. Вот эту вот дальше продолжать. Но все-таки это не мое. Я не знаю, в чем причина. Набор вот этот очень сложный. Очень сложный. И полукресты, по-моему, там в разные стороны полукресты используются. Сейчас уже точно не скажу нюансы. Видео у меня есть на канале, но очень хорошо помню, что было сложно. А в чем именно сложность, можно посмотреть на канале. Там подробнее я рассказываю. Так, ну все. Всем желаем удачи. С вами была Инесса. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok